20-летие Астаны 20-летие Астана 20-летие Астана 20-летие Астана 20-летие Астана 21-летие 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 Астана центре страны, поблизости от промышленных и аграрных регионов, на пересечении транспортных магистральных путей. Казахстан активно развивает интеграционные связи с соседними государствами, и местоположение столицы наиболее подходит к развитию евразийской концепции. Решение о переносе столицы из Алматы в Акмулу было принято Верховным Советом Республики Казахстан 6 июля 1994 года. Официальный перенос столицы состоялся 10 декабря 1997 года. Указом президента от 6 мая 1998 года Акмула была переименована в Астану. Международная презентация новой столицы прошла 10 июня 1998 года. В 1999 году Астана по решению ЮНЕСКО получила звание «Город мира». Время показало, что перенос столицы стал составной частью системных реформ по модернизации всего государства. Однако с проблемами, с которыми пришлось столкнуться многим транспортникам, мы сегодня побеседуем с нашим гостем. Позвольте представить моего собеседника, заместителя председателя Союза транспортников Казахстана Юрия Ивановича Лавриненко. Юрий Лавриненко – заместитель председателя Союза транспортников Казлоджистикс, председатель Общественного совета при Министерстве по инвестициям и развитию Республики Казахстан. В разные годы работал заведующим сектором Центрального комитета Компартии Казахстана, заместителем Акима Акмолинской области, Акимом Восточно-Казахстанской области, министром транспорта и коммуникации Республики Казахстан, советником премьер-министра, депутатом мажориса парламента Республики Казахстан второго созыва, советником президента национальной компании «Казахстан-Темаржулы», кандидат экономических наук. Юрий Иванович, здравствуйте. Добрый день. Юрий Иванович, в период передислокации столицы вы возглавляли Министерство транспорта и коммуникации Республики Казахстан. Чем запомнился вам этот период? С какими сложностями вам пришлось столкнуться? Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Ну, вы знаете, чтобы ответить на этот вопрос, надо вспомнить это время. Вот 94-й год, когда было принято решение в июле на парламенте о переносе столицы, это 94-й год, а в декабре 96-го года министерство уже перебралось в Акмалу. Тогда еще Акмолинск называл, Акмала. Почему надо вспомнить? Потому что сейчас как-то забылось и пустые полки, и инфляция в тысячу процентов, и, в принципе, неплатежи и многое другое. То есть все это делалось на фоне достаточно серьезного положения в экономике. И в этом отношении транспортники, допустим, если говорить о положении дел на транспорте, то по железнодорожникам, по железным дорогам, а тогда функционировали, работали три железные дороги. Целинная дорога, западно-казахстанская и алматинская железная дорога. И, в принципе, ситуация была аховская, можно сказать. Дебиторская задолженность была порядка 25 миллиардов тоненьких у дорог. Кредиторская задолженность 39, то есть практически во всех трех дорогах кредиторская задолженность превышала дебиторскую задолженность. По целинной дороге до шести месяцев не платили заработную плату. То есть перевозки железнодорожники осуществляли, а оплату за перевозки не получали. И вот в этих условиях, в принципе, как раз мы получили поддержку у президента, у правительства на объединение железных дорог. И вот в 96-м году, в конце года было принято решение о введении внешнего управления. И в январе, в ноябре, а в январе месяце было принято постановление о создании РГП «Казахстан-Тимиржалы». И вот с этого времени, в принципе, была создана мощная структура, которая, можно сказать, стала становым хребтом, в общем-то, экономики Казахстана. Это на железной дороге. Авиация, в принципе, было принято решение по выделению аэронавигации. Начались процессы разделения авиакомпаний, то есть перевозочной деятельности и деятельности аэропортов. В порту «Октаву» море в это время поднялось на 2 метра. И, в принципе, уже были проблемы с функционированием порта. И тогда мы искали деньги, чтобы провести реконструкцию морского порта «Октаву». Автотранспортники, они самые первые вошли в рынок, и шел такой очень тоже непростой процесс становления международных перевозчиков. То есть вот контекст ситуации в том 96-м году или период 94-96-го, в котором жила страна и в котором, собственно говоря, существовал и работал транспортный комплекс. А как вы в тот период восприняли новость о переносе столицы? Ну, сейчас, в принципе, это уже не вызывает сомнения. А в то время тоже, в принципе, ясно, что не все это встретили с радостью. И в парламенте, и, в принципе, в общественном мнении. Но у нас, например, я сам уроженец Акмолинской области. То есть для меня это была, так сказать, большая радость. Я это воспринял сразу с большим, так сказать, энтузиазмом. Но больше того, я считаю, что, в принципе, решение это было очень важно и в тот период времени, в период становления независимого Казахстана. И с демографической точки зрения, потому что на севере было, допустим, один процент там коренного населения, на юге другой процент. И в этом отношении вот где-то в 93-м году президент был Павлодарской области. И у нас как-то состоялся разговор. Он тогда встречался очень часто вот с заместителями Акима. Я тогда был первым замом Акима Павлодарской области. И у нас возник такой разговор. Я сказал президенту Нурсановичу, те решения, которые мы принимаем, допустим, на юге, для русскоязычного они приемлемы, для русскоязычного на севере они неприемлемы. Если то, что, допустим, приемлемо для казаха, который живет в северных областях, для южного казаха это неприемлемо. И тем не менее вы принимаете решения, которые, в принципе, может быть, никого не устраивают, но все с этим и согласны, и двигаются, и мы, так сказать, преодолеваем все те сложности, которые есть. И вот в этом отношении, допустим, перенос столицы, это, конечно, очень серьезное усреднение демографической ситуации. Очень, как сказать, это повлияло на процессы урбанизации, оно их каким-то образом, ну, я не знаю, структурировало и организовало. И на сегодняшний день мы видим, насколько это было дальновидно и насколько было правильно принято и своевременно принято это решение. Юрий Иванович, вот, ваше министерство одно из первых совершило переезд в новую столицу. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением о том, какое впечатление на вас произвел этот город. Наверное, это будет правильно в контексте, в общем, общей ситуации. А то, что пустые полки магазинов, это имело место быть. И то, что, допустим, было сложно где-то нормально покушать, это тоже имело место быть. Вот, да, и тем не менее, в принципе, мы и транспортники, вот, обеспечили и необходимый уровень перевозок, и перевезли все, что нужно было для того, чтобы, так сказать, столицу восстановить. И, в принципе, нашли денег, а мы, в общем, решили, каким образом. В бюджете денег не было, поэтому мы решили все те задачи, которые нужно было решить по переезду за счет и с помощью железнодорожников, с помощью Казахтелекома, с помощью бизнеса, который уже формировался вокруг и на автотранспорте, и на железнодорожном транспорте. Мне пришлось несколько раз собирать бизнесменов, так сказать, объяснять, просить, и я получил безусловную поддержку. Вот об этом я хотела поподробнее. Ваше отношение к вкладу Казахстан-Темиржулы в процессы как передислокации, так и дальнейшего развития города. В этих процессах, в организации этой работы, вот, и по оборудованию, переоборудованию, здания Министерства, здания целинной железной дороги, и по строительству и жилого комплекса, и по оказанию, так сказать, решению городских проблем Олег Ужинова, Серега Работырыча. Ну и вы помните, что к моменту переезда и дорогу на аэропорт была расширена. Я помню. И, да, и оказана поддержка по ремонту городских улиц, и подъезду к городу, городу тогда Акмале, и, в принципе, по вокзалам, модернизация вокзалом произошла, и в аэропорт модернизация. То есть, продел, да, эти самые телефонные станции, тоже Казахтелеком сумел, в принципе, серьезно модернизировать, перевести, так сказать, на цифру транспортники, серьезно поработали, и то, что их определили вот в числе тех первых, которые должны были перейти, переехать, это вот именно связано с теми проблемами, которые было нужно решать для того, чтобы обеспечить нормальный переезд государственных органов и нормальное здесь функционирование правительства. Юрий Иванович, мы хотим с вами и с телезрителями послушать мнение других известных людей об этом историческом событии. Нигмаджан Кисингарин Почетный председатель Ассоциации национальных экспедиторов Казахстана Казахстанской ассоциации перевозчиков и операторов вагонов Советник председателя правления национальной компании «Казахстан-Тимор-Жолы» В разные годы работал начальником целинной железной дороги, заместителем министра путей сообщения СССР, министром транспорта Республики Казахстан, первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан, председателем интеграционного комитета Таможенного союза СНГ, доктор экономических наук. Город Целиноград был не очень-то таким подходящим. Всего 200 тысяч человек населения. В 1977 году, когда казахская дорога разделилась на три, то пришла сюда целинная, самая развитая дорога. Управление дороги постаралось делать все, что в своих силах. И в результате той работы появилось много новых зданий, жилья. В Целинограде было что хорошо, вокруг степь, в любую сторону города можно строить и развивать. В этом отношении Целиноград, конечно, подходил, как никакой другой город, имеющий такую развитую железнодорожную сеть, автомобильный со всех сторон. Потенциал был не в том, что Целиноград имел, а потенциал его был в возможности свободно развиваться, расширяться. Это было довольно трудное время, конечно. Это было время, когда проблемы были с выплатой зарплаты, проблемы были с верными отключениями электричества. Это проблем было становление государства и становление, в общем-то, будем говорить, общества. Были, например, вещи, когда некоторые министерства не верили в это дело. Они считали, что они останутся в Алма-Ате. И было такое время, когда некоторые говорили, ну, мы подождем, нам спешить некуда. А потом, когда уже это все приняло серьезный оборот, они начали уже, как бы, просить комиссию, давайте мы тоже хотим, когда мы говорим, когда вам надо идти уже к президенту, мы с ним решаем. Любой переезд, естественно, это строительство. Строительство без транспорта не может быть. Поэтому транспорт, конечно, у нее свою значительную долю в это дело. Очень много материалов, конструкций, изделий завозил из других городов. В том числе, с Алматы, с Караганды, с Читава, с Павлодара. Надо отметить, что министерство транспортных коммуникаций, как тогда оно называлось, они первым переехали в Астану. Они из Мессельхоз, они приехали первым. Поэтому вклад транспортников значительный, естественно. И вот они оказались в передовых рядах тех, кто переехал сюда. Когда был переезд 20 лет назад, то считалось, что по генеральному плану, что город Ахмала тогда, ну, Астана сегодняшняя, она должна была достичь миллиона жителей. Сегодня, скажем, мы уже отмечаем, что уже Астана перешагнула в миллионный. Я думаю, что через 10 лет, вот как говорил президент нашей страны, Абишевич Назарбаев, я думаю, это будет, ну, примерно полуторамиллионный город. А дальше перспективы какие? Вот я могу сказать, ну, на сравнении с другими городами, скажем, вот территория, которая отведена сегодня под Астану, она составляет порядка 700 квадратных километров. А территория, отведенная под Москву, порядка тысячи километров, ну, около тысячи. Поэтому в перспективе, конечно, не исключено, что будет расти население Казахстана, и, наверное, в какой-то далекой перспективе, я думаю, это город, в котором будет проживать не полтора, а, может быть, там, 5-6-7 миллионов человек. Юрий Иванович, столица – это не только административные структуры и управленческий аппарат, но это и мощный транспортный узел. Как решались вопросы транспортного обеспечения? У нас все-таки казахстанцы, так сказать, поверив президенту, поверив правительству, в общем, как сказать, затянули пояса, и вот те задачи или те проекты, или то, что делалось в общих интересах, всегда встречали, так сказать, с одобрением и, можно сказать, с энтузиазмом. Могу вспомнить, что вот в 93-м году, в декабре, в Павлодарской области, тогда, в Экибастузе, запускали второй энергоблок, Экибастузский. Его построили собственными силами. Павлодарэнерго, Экибастузэнерго, Министерство энергетики Казахстана, Казэнерго тогда существовало собственными силами, понимаете? Это был первый такой, я не знаю, такой, что ли, сигнал того, что мы можем. Казахстан сам собственными силами построил этот энергоблок. Это наше достижение. И в декабре, да, и там тоже была ситуация такая, что не было заработной платы. Тогда вообще налички не было. Возили самолетами, так сказать, с Москвы, выпрашивали деньги и привозили, чтобы, так сказать, рассчитаться. Их был дефицит, просто наличности был дефицит. И тем не менее, когда президент приехал открывать или запускать эту ТЭЦ, его встречали с аплодисментами. Понимаете? Столько людей было, и все с таким радостью, что мы вынуждены были, так сказать, держать круг, чтобы, так сказать, на президента, президенту сильно близко не подходили. И тогда он нажал кнопку, и этот энергоблок заработал, и отработал всю зиму. Понимаете? Не показуха была, а был вот именно натуральный пуск, и этот энергоблок отработал, так сказать, всю зиму. Очень интересно. Да, это очень такой знаменательный факт. И вот то, что касается, допустим, вопросом перевозки, вопросом, так сказать, передислокации столицы, вот транспортники именно вот с таким энтузиазмом тоже все это дело встретили. Не получая заработную плату, перевозки были обеспечены все в необходимом объеме и ассортименте. Ну вот сейчас мы видим результаты того, что было сделано за эти годы. Юрий Иванович, ну у меня к вам такой вопрос. Как вы видите дальнейшее развитие столицы, ну скажем, лет так через 20-50? До последних буквально, наверное, 5-6 лет транспорт переживает в какой-то степени ренессанс. Потому что вот те задачи, которые были поставлены и решены по созданию транспортного машиностроения, а именно здесь, в Астане, три завода функционируют, причем заводы самого современного уровня. И заводы по производству тепловозов вместе с «Жениловоэлектрик», и заводы по производству электровозов вместе с «Альстомом», и заводы по производству пассажирских вагонов скоростных вместе с «Тальго» с «Инскландской компанией». Это вот три завода самых современных здесь работают. А посмотрите на железнодорожный вокзал, а посмотрите на новый аэропорт. А ведь мы, как сказать, построили где-то в 2003-2005, а обсуждали проект вот того, который был аэропорт, который, собственно говоря, сейчас старое, но оно теперь уже какое? Старое, новое здание. Потому что мы его в 96-м году в Астане, этот проект того первого вокзала обсуждали. А теперь вот в прошлом году запустили, так сказать, еще новый вокзал. То есть произошло увеличение в два раза его мощности. Значит, ну а посмотрите, знаковое здание зажигалка, так называемое, да, Министерство транспорта, или сегодня то здание, в котором находится Казахстан-Темиржалы, или здание, где находится Национальная палата предпринимателей. Это все, в общем-то, транспортники. А вокруг, посмотрите, какие магистрали от Астаны идут. Это тоже, в принципе, транспорт. Посмотрите на Аэро-Астану, которая сегодня одна из самых лучших компаний, авиакомпаний в Азии, да, это тоже, так сказать, транспортники. То есть, в принципе, вот этот старт, который был дан переносом столицы в Астану, и все, что связано с этим, вот не зря, когда, помните, 25-летие, тогда президент озвучил 7 триумфальных век независимого Казахстана, да, и из них было четвертое, по-моему, названо «Строительство Астаны». И он тогда отметил очень, мне понравились слова, «Астана помогла нам обрести крылья и научиться побеждать». И этому, в принципе, мы вот с вами говорили, что этому предшествовало, так сказать, много, но сама по себе вот этот проект с Астаной, он вот именно так можно оценить. А вот то, что касается вашего вопроса о будущем, сейчас, конечно, очень модно, что ли, и интересно звучат вот все эти предсказания футурологов, и диапазон предсказаний очень и очень широк, и вот в прошедшем Астанинском форуме как раз этому было уделено очень много внимания, и того, каким будет человек, и как будут решены проблемы, так сказать, с искусственным разумом, потому что вот футурологи ведь предсказывают вообще невероятные вещи, то, что искусственный разум будет миллиарды сильнее, чем биологический, а это само по себе уже вызов для человечества, да, и то, что, допустим, те технологии, которые сегодня уже действуют, а и на подходе позволят человеку жить столько, сколько он захочет. Мы, как и все человечество, перед какими-то вызовами, но хочется быть оптимистом, так и. Юрий Иванович, я благодарю вас за очень интересный совместный экскурс в историю нашей страны. Я хочу пожелать вам здоровья и успехов в работе. Спасибо. 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 Астана. Астана стала сердцем нашей Родины, объединившей людей. Здесь сосредоточены крупные финансовые институты, развивается промышленное производство, имеются значимые научно-образовательные и медицинские кластеры, возводятся новые дома и объекты социальной инфраструктуры. Активными темпами идет развитие предпринимательской культуры. Эти и многие другие позитивные факторы красноречиво свидетельствуют о том, что столица – это особый символ независимости нашей страны. Я поздравляю всех с 20-летием Астаны и желаю всем мира и процветания. Меня зовут Жанна Исингарина. До новых встреч в передаче OpenWay.